Тарас Загородний, политтехнолог, присоединяется к нашему эфиру. Тарас, приветствуем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Тарас, как вы считаете, почему настолько меняется риторика представителей Кремля? Почему они уже в открытую заявляют о своих намерениях захватывать новые территории и нести агрессию в мир? Ну, это, знаете, плохая мина, точнее, хорошая мина при плохой игре. То есть это желание показать, выдавать желаемое за действительное и показать о том, что силы, сил у них достаточно, в том числе даже для такой небольшой республики, как Молдова, и поэтому они постоянно пытаются угрожать. Там, в действительности, в Молдове еще более сложная ситуация. Там не только, несмотря на то, что республика очень маленькая, там есть еще один анклав фактически подконтрольной России. Это автономная республика Гагаузия, которая тоже была приблизительно создана в такой же период времени, в 90-х, в 92-м году. Вот. И поэтому там очень сильные пророссийские настроения, как и вообще в Молдове. 30 лет там доминировали российские СМИ. Там даже среди этнических украинцев, которые могут даже разговаривать на украинском языке, есть пророссийские настроения, которые поддерживают Путина. Вот. И понятно, что они пытаются уцепиться хотя бы за Молдову, потому что, в принципе, я считаю, что там риски, например, той же диверсии против Санду очень большие. Потому что Додон, это фактически пророссийский кандидат, он там проиграл выборы, но поддержка у него достаточно большая. Ресурсов финансовых для того, чтобы там провести, например, крымские сценарии при поддержке, в том числе войск из Приднестровья, либо такие зеленые человечки, в принципе, есть. Вот. И этот риск сохраняется. То есть единственная поддержка у Молдовы сейчас, это либо Румыния, которая активно поддерживает Молдову, ну, из-за схожести культур, единства языка. Вот. И, возможно, Украина, возможно, Украина, но для этого Молдове нужно было бы обратиться к Украине за военной помощью. Но пока мы этих вопросов, ну, мы не видим пока подвижек в этом вопросе. Ну, да, о пропагандистских площадках кричат и о том, что аппетиты в сторону Казахстана у них появляются. Есть и... То есть силы список стран, куда хотели бы российские войска войти для того, чтобы восстановить там свой русский мир. А русский мир все больше напоминает диктатуру. Как вы считаете, в самой России эта тенденция может стать причиной социального взрыва? Нет, не станет, потому что русские, в принципе, к этому готовы. Россия, Россия в действительности идет в сторону, ну, видно тенденцию власти, в сторону КНДР. То есть это построение общества по принципу КНДР, как бы такое, чучхе. А в российской истории это уже было... Это диктатура времен сталинского периода. Вот. И поэтому они к этому... Элиты российские, насколько я вот вижу тоже дискурсы, то, что они делают, они... Многие из них тоже уже рассматривают вопрос, а что будет после поражения в Украине. Они понимают, что речь идет об огромных деньгах и огромной власти, и им необходимо эту власть сохранить. Самый лучший способ сохранить власти, это провести, выстроить страну по тоталитарному, уже реально открытому тоталитарному режиму. Вот. По таким же лекалам, которые позволят элите, ну, очень хорошо, спокойно себе жить. Они, в принципе, видят пример той же Северной Кореи, где элита, в принципе, хорошо себя чувствует. Ну, и пример Ирана для них тоже достаточно заразителен. То есть они исходят из того, что если они перейдут в Автаркию, вот, ну, такую мягкую, они смогут, в принципе, выжить. Ну, а народ, ну, народ, как всегда, они будут жить в фуфайках, есть неизвестно что, но, скорее всего, ради величия готовы будет поддерживать российскую власть. Да, Тарас, ну, тут интересный момент. Если раньше Российская Федерация старалась хотя бы делать вид демократии или какого-либо намека на демократию, то теперь, похоже, все карты раскрыты. И причем настолько раскрыты, что это становится заметно не только внутри государства, где люди непосредственно на себе это чувствуют, но и за его пределами. Например, ежегодные исследования индекс демократии наверняка знакомы с таким, и наши зрители, в том числе группа Economist Intelligence Unit, это журнал «Экономист британский» ежегодно проводит. Указывает на то, что после вторжения в Украину демократические показатели Российской Федерации показали самое резкое падение среди всех стран мира. Уже долгое время Россия находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие характерные черты диктатуры. Тут один момент, куда смотрели специалисты The Economist все это время, потому что черты диктатуры Россия приобретает не после полномасштабного вторжения, а намного раньше это началось. Нет, ну смотрите, это нам понятнее, потому что мы знаем, но нет языкового барьера, мы постоянно отслеживаем, что происходит в России. То есть мы понимаем, что в принципе после прихода к власти Путина там была уже установлена автократия в таком достаточно мягком варианте, но который уже сейчас перерождается. Я бы, конечно же, на месте этих людей, которые делали эти исследования, все-таки в контексте это смотрел. Это не появление, это перерождение в диктатуру, то есть автократия эволюционирует в диктатуру, но для диктатуры пока там в принципе все механизмы уже созданы. Это касается и законодательные механизмы, вот эта юридическая рамка, силовые структуры. Но пока Россия не пришла к режиму массовых репрессий. То есть массовых репрессий там еще не происходит, потому что российскую власть в принципе пока устраивает то, что происходит в стране. То есть они видят, что эти чмодыки идут как бараны на заклане. Вот они пока не видят, что есть системные протесты. И, соответственно, они пока сохраняют такую рамку, которая, ну, теоретически еще можно назвать с большой натяжкой демократии. Ну, выборы они пока не отменили. Хотя я думаю, что не исключено, что Россия вообще может прийти к монархии. Вот, и поэтому в данном случае, конечно же, оно есть, но трек, трек долгосрочный. Вот я не исключаю, что все-таки речь идет о том, что постпутинские уже элиты думают, о как они будут жить дальше. А дальше для них наиболее приемливый вариант, который им понятен, понятен их народу, это вот диктатура уже по корейскому образцу. Потому что еще, не забывайте, они еще многое не применили, то, что уже есть. В первую очередь, например, IT-технологии, которые, например, активно применяются Китаем в Уйгурском автономном округе, где люди фактически живут в таком цифровом концлагере. А Россия пока этого еще не применила, но я думаю, что весь этот программное обеспечение они уже активно тестируют. А при появлении современных технологий в руках диктатуры, они дают очень широкое в действительности поле для маневра и поле для деятельности. Тарас, да, вот вы вспомнили про Северную Корею, хотела процитировать Ким Эй Джон, это сестра лидера КНДР Ким Чен Ын. Она сказала, что всегда Северная Корея будет в окопе с армией народом России. Ну, то есть понятно, кто друзья и кто в один окоп собирается идти. А вот, тем не менее, Путин приехал в Волгоград и временно этот город переименовали в Старинград. Там мы видели ряженых инковидистов, то есть мы видим, что они то ли пытаются эту бутафорию вернуть, то ли шутят, то ли, может быть, это фольклор такой народный, то ли просто уже показали на одном примере, что будет дальше. Ведь переименовать улицы на временно оккупированных территориях, они берутся с охоты и у себя, наверное, будут заниматься тем же. Нет, это не бутафория, это весь дискурс, который вообще существовал 20 лет. То есть Россия живет прошлым, потому что гордиться нечем. Более-менее вменяемой картинки будущего нет и не будет, и поэтому они живут прошлым. И, соответственно, для того, чтобы поддерживать ощущение прошлых успехов, они вот обращаются к таким символам. Я вообще не исключаю, что они вообще переименуют его в Сталинград. Это якобы для того, чтобы напомнить о возрождении Советского Союза, о котором они мечтали. Там было открытие памятнику Сталина. Это, опять же, говорит о том, что речь идет о возврате именно к сталинскому варианту коммунизма. То есть если хрущевские и брежневские не сильно отличались, о позднее брежневские времена советские, там вообще как бы коммунизм находился на издыхании своем, и такой вот обработки идеологической не было уже. Но они вот именно хотят самый жесткий вариант. Речь идет о сталинском варианте, который очень близок как раз к северокорейскому варианту, потому что Ким Ир Сен, который вообще был руководителем Северной Кореи, это же бывший офицер Советской Армии, которого специально тренировали для руководства коммунистической Кореи. И он как раз воспитывался в традициях сталинской именно империи. И, соответственно, который реализовал, понятно, плюс еще наложился традиционный азиатский менталитет, наложился. И вот Северной Кореи, вот то, что мы видим, это вот сталинский вариант именно коммунизма, который российское руководство уже пытается применять у себя. Тарас, поскольку уже обговорили и Северную Корею, можем еще коротко, если позволите, обговорить Иран, с которого Российская Федерация, может быть, берет некий пример или у них такое взаимовлияние и попытка взаимопомощи. Судя по мнению главного редактора портала «Автоэмпай» Ольга Курносовой, которая сегодня с нашим коллегой Алексеем Лихманом пообщалась, кстати, полное интервью уже завтра будет на Униане, можно посмотреть. Так вот, Ольга Курносова считает, что Путин предал Иран, причем предал в такой довольно жесткой форме, например, сообщил тем силам, которые наносили удары по стратегическим объектам в Иране, полностью и места их расположения. А что в обратку получил? Получил лекарства, необходимые для лечения онкологии. Как вы считаете, насколько эта информация соответствует действительности? Может быть и может ли такое быть? Ну, я думаю, что главный партнер Соединенных Штатов Америки в ближневосточном регионе Израиль и так прекрасно знал, где находятся эти объекты и куда нужно бить. Я вот в книге «Массад. Неизвестные операции» читал о том, что речь идет о том, что Израиль лет 20 уже упрашивал Америку на то, что они дали согласие на удар по Ирану, потому что они видят угрозу именно в ядерной программе, которая активно развивается в Иране. И я думаю, то, что мы вот сейчас видим, это результат в том числе работы израильских спецслужб, которым удалось убедить, привести реальные доказательства, что Иран, скорее всего, начинает получать все-таки ядерные технологии от Российской Федерации, которые позволят ему ускорить свою ядерную программу и стать угрозой фактически всему Ближнему Востоку. Поэтому я думаю, что тут главный вопрос, почему именно сейчас это все началось и почему такую активность проявляет, в первую очередь, Израиль, хотя они, конечно, не подтверждают и не опровергают. Ну, как наша СБУ, когда что-то взрывается на территории России, никто не подтверждает и не опровергает. Это, в принципе, правильная тактика. Но всем понятно, что речь идет, в первую очередь, о риске, которые возникли, как раз речь идет о ядерной программе, скорее всего. И первые удары, это, скорее всего, такая проверка и предупреждение Ирану. Иран, судя по его поведению, я вот сильно за ним наблюдаю, ну, судя по их заявлениям о том, что они все-таки как-то стараются помогать России, но не переходить какую-то красную линию. Вот, например, помните, речь шла о появлении баллистических ракет у России, но мы пока не видим этих баллистических ракет. Ну, по крайней мере, на территории Украины не находили именно те фрагменты баллистических ракет, которые можно было идентифицировать как иранские. Судя по их заявлениям таким, то они признают территорию Украины как суверенную, то они все отрицают, да. Это говорит о том, что в самом Иране нет четкого понимания и четкого с точки зрения, стоит ли идти в эту авантюру. Почему? Потому что... И стоит ли игра свеч? Потому что Иран четко осознает, что они стоят на пороге массированного применения силы в отношении них. В этом с большим удовольствием могут принять участие Израиль, Саудовская Аравия, ну и Турция, которая активно выстраивает свою позицию, выстраивает свою политику, в том числе на Ближнем Востоке. А приблизительно треть населения Ирана это азербайджанцы. И поэтому не исключено, что и Турция может принять участие в этой операции. Поэтому, ну и плюс, ну в крайнем случае, конечно же, непосредственно Пентагон. Но пока Пентагон работает чужими руками. Это руками Израиля и Турции, конечно. Поэтому я думаю, что тут более сложная ситуация. Но опять же, я все-таки, ну что могло убедить Иран выйти в эту авантюру, предоставлять шахтеды России? Ну сколько денег они могли на этом заработать? Ну хорошо, ну 100 миллионов долларов. Но в сравнении с тем, что они могли бы получить после снятия санкций, под которыми находится страна, ну речь идет о миллиардах. То есть, если они перешли, стали так рисковать, значит речь идет о каких-то очень больших масштабных вещах, в обмен на которые Россия что-то пообещала. А пообещала, судя по всему, все-таки какие-то ядерные технологии, которые позволят Ирану уже создать ядерное оружие. Да, Тарас, спасибо большое за ваши комментарии. Будем следить за развитием событий. Ну, наверняка нету такого клуба одиноких диктатур, которым просто хочется с кем-то пообщаться. Вот Иран и сблизился с Российской Федерацией. Спасибо большое. Политтехнолог Тарас Загородний был с нами на прямой связи. Продолжение следует...